В Кургане состоялся городской фестиваль творчества людей с ограниченными возможностями «Тепло-сердец». В городе он проходит уже в одиннадцатый раз. Люди счастливы от того, что у них есть такая удивительная возможность самовыражаться, говорит директор городского дома народного творчества Алла Мирская. Этот фестиваль мы посвятили памяти замечательного человека, который возглавляло городское общество инвалидов Людмиле Хаятовне Максимовой. Фестиваль, посвященный памяти этого замечательного человека, называется «Тепло-сердец». Для Людмилы Максимовой слово «вместе» имело особый смысл, особую цену. Она была убеждена, что вместе можно преодолеть любой недуг, справиться с любыми проблемами. И это убеждение умело передать другим. Глава города Сергей Руденко отметил, что это мероприятие занимает особое место. Участники этого события – люди особенные. Я бы сказал, что это люди с повышенными потребностями, потому что они достаточно творческие, достаточно интересные во всех своих отношениях. Это надо просто видеть. В фестивале принимает участие порядка 320 человек. На традиционной выставке декоративно-прикладного творчества были представлены мягкая игрушка, бисероплекение, изделия из природного материала, вышивка, вязание на спицах и крючком. А с этого года организаторы фестиваля решили ввести в программу исполнительское мастерство – это хореография, вокал, жестовое и хоровое. Депутат Курганской областной думы, председатель регионального совета сторонников партии «Единая Россия» Константин Гладковский вошел в состав судейской коллегии фестиваля. Мы все прекрасно понимаем, насколько это все важно, особенно для тех людей, которые объединились сегодня, появили ту инициативу и проводят это мероприятие. Остается только приветствовать, помогать, всячески способствовать проведению этих мероприятий. Все участники фестиваля получили благодарственные письма за подготовку выставки и творческих номеров для концерта и уже начали подготовку к встрече в 2015 году. Лариса Драгункина, Андрей Бахарев, информационное агентство Курганру.